И теперь обо всем подробнее. Тенге снова падает. Доллар укрепился до 341 тенге за единицу. Это происходит на фоне непрерывного роста цен на нефть. Обычно баррель и тенге движутся в одном направлении. Проще говоря, чем дороже нефть, тем крепче национальная валюта Казахстана. Но на этот раз все не так. Наш корреспондент Тургалик Акарабаев попытался узнать, что происходит на рынках черного золота и каким будет курс в ближайшее время. То вниз, то вверх. Вот что происходит на валютном рынке за последнюю неделю. Но штормить тенге не так сильно. Плюс-минус один пункт в обе стороны. Но если посмотреть на показатели за месяц, то скачок весьма существенный. За это время тенге обвалился на 13 единиц. И вот какие дальнейшие прогнозы дают аналитики. По курсу тенге к доллару оставляем неизменным прогноз 337-341 тенге за доллар США. А по курсу тенге к рублю 5.33-5.35 тенге за рубль. Впрочем, неделя для нефти тоже выдалась нестабильной. Но за это время баррель смог вырасти в цене с 74 до 77 долларов. А последний рост цен на нефть связывает в первую очередь с заявлением Госдепартамента США. Америка пригрозила своим компаниям и партнерам санкциями, если они не откажутся от иранской нефти до ноября. На фоне этих угроз эксперты уверены, что баррель может и дальше дорожать. Аналитики ожидают, что цены могут подняться до 78-80 долларов за бочку. Что в принципе хорошо для нашей экономики. По данным Минэнерго, в этом году Казахстан планирует добыть порядка 87 миллионов тонн нефти. В расчете даже по 75 за баррель это почти 48 миллиардов долларов. Как и всегда, цены на нефть – один из главных индикаторов самочувствия тенге. Но никто точно не знает, что может произойти завтра. Ведь любое геополитическое происшествие снова может спровоцировать корректировку стоимости и нефти, и нашей валюты. Продолжение следует...